Все айратские государства были малочисленны и бедны ресурсами. При этом их экономика была устойчивой и успешной, они проводили активную внешнюю политику. В чем же причина? В любые времена именно степень гражданского и национального самосознания определяет силу государства. Можно вовсе не иметь природных ресурсов и военной мощи и быть одним из лидеров мирового сообщества. Например, как современная Япония, японцы подняли свое хозяйство после Второй мировой войны именно вследствие высочайшего уровня патриотизма. И сегодня, чтобы зайти на внутренний японский рынок, иностранным компаниям требуются неимоверные усилия. Секрет прост – японцы предпочитают покупать только отечественное. Есть примеры менее известные, но не менее яркие – Швеция, Финляндия, Южная Корея, Китай – страны, которые не так давно были одним из самых бедных стран в Европе и Азии. Высокое национальное самосознание определяется знанием истории своего народа, уважением к родной культуре, способностью людей к самоорганизации и умением ставить во главу в своей жизнедеятельности национальные интересы. Известно, что перед лицом общей угрозы айраты забывали о личных амбициях и проблемах и, объединившись, вставали на защиту национальных интересов. Способность к самоорганизации может стать нашим огромным ресурсом. Сейчас такое время настало. Слава небу! Нам не нужно ни с кем воевать, врагов у нас нет. Но современные реалии таковы, что мы находимся на грани исчезновения. И поэтому нам важно создать общественные институты, обеспечивающие духовный и культурный стержень нации. В первую очередь нужно решить вопрос властных отношений. Исторически так сложилось, что у айратов не был отработан механизм передачи власти. Из-за этого в наших государствах перманентно происходили потрясения, связанные с борьбой кандидатов за ханский трон. Именно вследствие этого с каждым новым правителем ханская власть ослаблялась и все более становилась зависимой от внешних сил. Страдали люди, страдали айратские государства, которые исчезали с мировой карты вследствие эгоизма отдельных представителей элиты. Сегодня есть реальная угроза исчезновения последней айратской автономии. Яркое подтверждение этому – борьба за постсистем-менеджера в листе. В череде сентябрьских событий ничего не решалось без вмешательства кремлевских чиновников, что свидетельствует о нестабильности и незрелости современной калмыцкой политической элиты. Если 20 человек не должны – крепости с глины, если двое спаяны – крепости с железа. В Москве по большему счету все равно, есть республика калмыкия или нет. Наша республика в первую очередь нужна нам. Без нее калмыкии исчезнут. И нам надо научиться решать все свои проблемы здесь. Выход видится таковим. Во-первых, пора учиться договариваться и садиться за стол переговоров. Во-вторых, в случае невозможности достижения согласия нужен авторитетный арбитр. Общественный институт, состоящий из самодостаточных, уважаемых людей, для которых интересы народа, справедливость, личная репутация превыше собственных амбиций и интересов. Тем более, что в истории монголов такие люди имелись. Их звали беки. Хранители духовных ценностей. Они не были религиозными деятелями, не были шаманами. Они отвечали за нравственное развитие народа. Если такой общественный институт заработает, калмыкии смогут укрепить нравственность и продлить жизнь нации на многие столетия. Создать такой институт поможет только любовь к своему народу и понимание ответственности перед будущими поколениями. Если такой общественный институт заработает, калмыкии смогут укрепить нравственность и продлить жизнь нации на многие столетия. Создать такой институт поможет только любовь к своему народу и понимание ответственности перед будущими поколениями. Кроме того, каждому из нас необходимо создавать позитивный образ своего народа. Хватит уже мусолить негатив. На негативе развиваться невозможно. Давайте видеть хорошее друг в друге и в людях. Тем более, что достойных людей абсолютное большинство. Мала Абдаул Алим, автор «Ислам намэ» в 18 веке писал «Джунгарская крепость была крепка, так как ее кирпичиками были люди». Наш национальный интерес сегодня – это сильная, единая Калмыкия, способная самостоятельно решать любые внутриполитические, экономические, социальные и прочие задачи. Но опора, стратегическая опора нашей республики – люди. Каждый из нас. Хватит жителям Калмыкии искать лучшие доли в чужих краях, пора строить свое будущее в родной республике. Пора нам становиться гражданской нацией, умеющей отстаивать собственные права. Сегодня, как и всегда, каждый Айрат должен быть в ответе за всю нацию. По материалам статьи Басана Захарова. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.